В эфире Зона Икс. В ближайшие 15 минут самая последняя информация о криминальной хронике и чрезвычайных происшествиях. Я Юрий Шевчук. Здравствуйте. Серьезное ДТП произошло в Минске. По данным следователей, пострадали 20 человек. Двое из них – дети. На месте происшествия работала корреспондент Зона Икс Виктория Радевич. Муж и жена – одна. Статья. За незаконный оборот наркотиков задержана супружеская пара из Новополоцка. Незадекларированную парфюмерию и посуду из Германии более чем на 100 тысяч рублей обнаружили таможенники в грузовике литовского перевозчика. Серьезное ДТП произошло в Минске. Сегодня утром на въезде в столицу на Смеловическом тракте в аварию попал пассажирский автобус, следовавший из поселка Сосны. Маз врезался в стоящий грузовик «Вольво». По данным следователей, пострадали 20 человек. Двое из них – дети. На месте происшествия работала наш корреспондент Виктория Радевич. У нее самая полная и последняя информация. К приезду нашей съемочной группы следователи уже зафиксировали все необходимые следы на месте аварии. Проводятся необходимые процессуальные действия. Водители автобуса и фуры доставлены на медосвидетельствование. На месте происшествия также работали спасатели. Они предотвратили возгорание. На дороге развилось топливо. Все пострадавшие доставлены в больницу. Авария произошла около 7 утра. На кадрах с регистратора видно, как рейсовый автобус едет по Смиловичскому тракту в направлении улицы Селицкого. Что происходит дальше – непонятно. Машину повело в сторону, и вот следует удар. Автобус врезается в стоящую на обочине фуру. В результате наезда транспортное средство получили механические повреждения. Движение ограничивали. Сразу оперативно на место прибыли сотрудники ГАИ. Соответственно, организовали объезд места происшествия. Из-за аварии на Смолевичском тракте образовался серьезный и длительный затор. Задержки в расписании общественного транспорта составили до 20 минут. О причинах ДТП даже предварительно пока не сообщается. Для установления следовой картины произошедшего на месте работали и эксперты. Назначена автотехническая, автодорожная и трассологическая экспертизы. По первоначальным данным, сегодня около 7 утра 55-летний водитель пассажирского автобуса, двигаясь по Смиловичскому тракту, въехал стоящий на обочине сидельный тягач «Вольво». По первоначальным данным, 20 человек, из них двое несовершеннолетних, доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. Первую помощь пострадавшим оказывали 8 бригад медиков. После осмотра у пассажиров диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы, раны и ссадины. Их увезли в 7 столичных клиник. Информацию о состоянии пострадавших можно узнать в справочных службах больниц номер 2, 5, 6 и 10, в БСМП, РНПЦ, неврологии и нейрохирургии, РНПЦ травматологии и ортопедии. Что спровоцировало аварию, плохое самочувствие водителя, невнимательность на дороге или техническая неисправность транспорта? На этот вопрос смогут ответить следователи по результатам проведенной проверки. Виктория Радевич, Алексей Сосновский, Зуна Икс. К теме дорожных происшествий мы еще вернемся, а пока к другим новостям. Муж и жена одна статья. За незаконный оборот наркотиков задержана супружеская пара из Новополоцка. Они более месяца работали на интернет-магазин по продаже наркотиков. Накануне задержания молодые люди 24 и 28 лет приехали в Витебск, где должны были выполнить очередные задания. Для этого они даже сняли квартиру. На утро следующего дня с ними на связь вышел куратор, который предоставил координаты лесного массива в Витебском районе, где необходимо забрать товар. Семейная пара забрала 50 граммов психотропного вещества, после чего расфасовала его на мелкие партии. В последующем мужчина и женщина отправились в лесопарковую зону Витебска, где разложили закладки с наркотиками по тайникам. На съемной квартире оперативниками обнаружены упаковочный материал и весы. Подозреваемые задержаны. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Еще один закладчик был задержан в Минске. В сети наркоконтроля попался 18-летний студент, который подрабатывал на наркомаркет. Во время обыска у кладмена нашлось 100 граммов альфа-ПВП. По заданию куратора парень должен был распространить весь товар на территории столицы. Студент рассказал, что увидел в интернете предложение о быстром заработке. Кураторы обещали легкие деньги за распространение наркотиков, а когда молодой человек захотел отказаться от преступной деятельности, стали ему угрожать. Узнал, что это. Пытался отказаться. Опять начали писать. Не верьте тем, кто пишет об легких деньгах. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Внимание! Преступники через социальные сети вовлекают молодежь в распространение наркотиков, обещая легкие деньги. В группе максимального риска школьники, учащиеся, которые не знают законодательства и хотят быстро заработать. А в Гродненском регионе аграрии любители выращивали коноплю, чтобы изготовить наркотик. По данным следствия, житель Гродненского района в декабре 2023 года купил семена каннабиса. В шкафу он оборудовал специальное место, где и вырастил два куста конопли, которые изъяли сотрудники милиции. Действия мужчины, квалифицированные по части 1 статьи 329 Уголовного кодекса Республики Беларусь, как незаконные посев и выращивание растений, содержащих психотропные вещества в целях изготовления наркотических средств или психотропных веществ. Ранее мужчина в поле зрения сотрудников наркоконтроля не попадал, привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и хулиганства. По аналогичной статье квалифицированы действия жителя Сморгони, который в начале лета 2023 года в лесном массиве вблизи райцентра высадил семена конопли. Все лето мужчина ухаживал за растением, поливал его, а когда куст вырос, мужчина сорвал его и отвез по месту жительства. Фигурант измельчил растение, высушил его, а после употребил в ходе курения. Спуститься в канализацию пришлось американским полицейским ради спасения птичек. Видео с нагрудного регистратора офицера из Тампы попало в интернет. На записи видно, как мужчина спускается под землю и достает маленьких птичек. Увидел ли там еще кого-нибудь, страж порядка, не сообщается. А кому помогли белорусские спасатели, расскажет Карина Пашкова. На пожаре в Несвежском районе спасатели вызвалили из горящего дома женщину. Сигнал о задымлении в жилище в деревне Еськовичи сотрудники МЧС получили накануне днем. Уже на месте информация подтвердилась. Огнеборцы вошли в здание и в одну из комнат на кровати обнаружили хозяйку. Женщину вынесли на свежий воздух и передали медикам. Пострадавшую отвезли в больницу. В результате пожара в комнате закопчены стены и повреждено имущество. Точную причину возгорания еще установят. Предварительно пламя разыгралось из-за неосторожности при курении. Спасатели ликвидировали возгорание в Свислочском районе. Там горела хозпостройка. На линию 101 позвонил житель деревни Дричаны. Он и рассказал о том, что на частном подворье горит строение. Когда приедут работники МЧС, деревянное здание уже заполнит дым. Как рассказала дочь хозяйки, протопив печь, горячие угли она собрала в пластиковое ведро. Емкость оставила у стены, вероятно, тлеющая зола и стала причиной ЧП. Более 200 животных погибли в результате пожара в зоопарке в Евпатории. В их числе могут быть крокодилы, удавы, сурикаты, носухи и множество редких птиц. Огонь охватил здание контактного зоопарка на площади в 625 квадратных метров. Работу спасателей осложнял тот факт, что в вольерах находилась сено. Итог – высокая горючая нагрузка. Обрушились конструкции. Из помещения удалось спасти женщину. Ее передали медикам. Кроме того, сотрудники МЧС вывели двух медведей. С огнем боролись 20 человек и 6 единиц техники. А эта спасательная операция претендует на то, чтобы стать самой мимимишной за последнее время. В Казахстане спасли от наводнения хомячка. Зверек вцепился лапками в забор, спасаясь от паводков. К счастью, его заметил мужчина. Он из всех сил просил хомячка не прыгать в воду и пообещал, что сейчас поможет. Бедолага словно все понял и дожидался своего спасителя, практически не шевелясь. Ну давай, братан, беги, спасайся. Замерз. Операция по спасению хомяка была успешной. Подождать порой и правда полезно. Сейчас реклама, но не переключайтесь и дождитесь нашего возвращения в эфир. Мы снова в эфире. Это «Зона Х» продолжаем. В Минске посетитель магазина напал на пенсионера. По информации правоохранителей, конфликт спровоцировало то, что дедушка задавал слишком много вопросов продавцу. Видимо, пьяному молочку уж очень хотелось побыстрее купить еще бутылку. Пожилой мужчина не стал отвечать. На грубости ушел. Но это не остановило. Грубияна он догнал, как ему показалось, своего соперника и напал на него. Сыщики партизанского РУВД оперативно установили личность нападавшего и задержали 39-летнего неработающего меньшанина. Своё поведение задержанный объяснил тем, что был пьян. Возбуждено уголовное дело за совершение хулиганства. Когда рассказываешь про такие новости с пометкой «ниже плинтуса», не перестаешь удивляться нравственному воспитанию таких персонажей. Да уж, школа жизни с уроками во дворе их и правда, видимо, ничему не научила. Что наша жизнь – игра, видимо, решил 27-летний парень из Свислочи и стал брать в долг у знакомых, чтобы отыграться в онлайн-казино. 10 января молодой человек занял у знакомого 2500 рублей. А в дальнейшем эти деньги он перевел на счет приложения букмекерской конторы. Заработать ему не удалось. Все было проиграно. Когда пришло время оплатить по долгам, денег у игромана не оказалось. Приятель написал заявление в милицию. Итог истории следующий. У человека, который давал в долг – сектор зеро. Деньги он уже вряд ли вернет. А у игрока теперь будет сплошная черная полоса. И поставить на красное он еще долго не сможет. Не за декларированную парфюмерию и посуду более чем на 100 тысяч рублей обнаружили гродненские таможенки в грузовике литовского перевозчика. Незаявленные товары ввозили в составе сборного груза. Фура «Мерседес-Бенц» ехала из Германии в Туркменистан. На территорию ЕАЭС авто въехало через белорусско-литовский участок границы. А на доп. проверку отправилась в торгово-логистический центр «Брузги». Для проведения операции таможенного контроля грузовик, в котором по документам перемещали посуду, одежду и парфюмерию, направили в ведомственный пункт таможенного оформления «Брузги» ТЛЦ. В результате таможенного досмотра установлено, что фактическое количество товаров превышает заявленное свыше 2,5 тысяч единиц. Посуды и парфюмерия оказались лишними. В данном случае недостоверные сведения о грузе могли стать основанием для занижения размера уплаты таможенных платежей на сумму порядка 10 тысяч белорусских рублей. По факту недекларирования товаров в отношении литовского перевозчика Гродненской региональной таможни начат административный процесс в соответствии с частью 1 статьи 15.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Согласно санкции статьи, ему призваться уплатить штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. Угнал мотоцикл, чтобы прокатиться. Новоиспеченный байкер даже не успел проехаться по Могилеву на красовике. Дело в том, что до него это решил сделать случайный парнишка. Ему тоже очень захотелось покататься на мотоцикле. Он откатил его в гараж, там разобрал замок, смог завести, однако поехать не получилось. Поэтому бросил байк и ушел. За угон возбуждено уголовное дело. Оказывается, мотоциклисты могут быть опасны не только на дороге, но и во дворе жилого дома. В этом убедились американские полицейские, которые пытались задержать байкера. Но вместо того, чтобы сдаться, мужчина предпочел завести мотоцикл и таким образом скрыться от полиции. Но план сорвался. Несмотря на то, что железный конь начал брыкаться, правоохранителям удалось усмирить и его, и владельца. А какие происшествия с участием мотоциклистов и не только произошли на дорогах Беларуси, расскажет Алена Лишкевич. Она продолжит выпуск. В Бресте в ДТП попала маршрутка. Сегодня утром на проспекте Машерова водитель легкового Рено при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Мерседес-спринтер». Микроавтобус ехал прямо. Как сообщили в ГАИ, в маршрутном такси в момент аварии не было пассажиров, никто не пострадал. Машины получили повреждения. Также в Бресте сегодня столкнулись еще три авто. На Партизанском проспекте водитель «Вольво» из-за несоблюдения дистанции врезался в попутный «Хюнде». От удара последнее авто отбросило в «Джили». Никто не пострадал, чего не скажешь про машины. В Смолевичском районе под колесами автомобиля пострадала велосипедист. 76-летняя женщина переходила дорогу по «Зебре», где и попала под машину. По какой причине водитель не успел затормозить, покажет проверка. Пенсионерка с травмами доставлена в больницу. В Минске водителя ослепило солнце, и он не заметил ребенка на дороге. На улице Переходной под колеса «Тойоты» попала 11-летняя девочка. Школьница перебегала дорогу по пешеходному переходу. По словам водителя, из-за сильного солнца он не увидел ребенка. С травмами девочку отвезли в больницу. Страшно представить, но, возможно, это наше будущее. То, как может выглядеть ограбление, в скором времени смоделировали авторы следующего ролика на записи. Видно, как вооруженный дрон угрожает человеку и приказывает ему отдать кошелек. И ведь действительно, оказавшись в такой ситуации, сопротивляться не захочется. И сделаешь все, что требует оператор коптера, находящийся на удалении. Понятно, что пока это всего лишь фантазия. Но с учетом того, как сегодня развивается производство дронов, исключать ничего нельзя. Кто знает, какие тенденции у преступников появятся уже завтра. А закончим мы сегодня роликом, который хорошо показывает, каким должен быть настоящий друг. Белка оказалась в плену у змеи еще немного и быть в беде. Но вдруг появляется друг. Второй бельчонок нападает на рептилию, и той ничего не остается, как отпустить заложника. Пусть у вас тоже будет хотя бы один, но такой настоящий друг, который придет на помощь. Но не забывайте, что он тоже может нуждаться в вас. Такими были сегодня новости от корреспондентов Зоны Икс. Мы рассказываем о криминальной хронике с небольшими лирическими отступлениями, чтобы даже наша программа казалась немного позитивнее. Хорошего вечера. Ну и, конечно, вы уже знаете, что его лучше провести на светлой стороне. Редактор субтитров А.Семкин